А вот тайквандистка из Казахстана Светлана Канн стала первой в СНГ обладательницей 8-го дана среди женщин. С этим достижением ее в Сеуле поздравил президент Всемирной штаб-квартиры тайквондо Ли Дон Соп. Светлана пришла в этот вид спорта в 17-летнем возрасте и посвятила ему большую часть своей жизни. Причем она занималась северокорейским тайквондой и в этом виде боевое искусство стала чемпионкой мира и Азии. Поэтому для того, чтобы получить 8-й дан по южнокорейскому виду, ей пришлось около месяца тренироваться с гранд-мастерами Южной Кореи. Светлана добилась успехов не только в тайквондо, но и побеждала на международных турнирах по гольфу. Она проживает в Алматы, у нее двое детей. Женщина занимается бизнесом и возглавляет спортивный комитет Ассоциации корейцев Казахстана. Тест на 8-й дан – это обязательная работа, практическая, типа мини-докторской кандидатской диссертации. Это бой с невидимым противником, комплекс упражнений, приближенный к бою. Тейквондо занимается около 200 миллионов человек в 213 странах мира. Это целый жизненный путеводитель с психологией и философией, который входит в состав олимпийских видов спорта. Насколько я знаю, успехов в этом виде достигает множество казахстанцев, ведь тейквондо – один из самых популярных видов спорта в вашей стране. Поздравляю Сизлану Кан с таким большим достижением и надеюсь, что этот успех вдохновит и жителей Казахстана.